Микаэль Генрихович, я бы хотела вернуться к событиям 1918 года, а точнее к вашей жизни в Германии. После 1918 в Германии не было жизни. Выживание не более того. Репарации оставили от Германии лишь ее гордое имя. Мои родители потеряли работу в институте. Нищета. Вот каким был синоним нашего существования. Однако вскоре стало еще хуже. К власти пришла немецкая рабочая партия. И несмотря на то, что все члены моей семьи являлись чистокровными немцами, оставаться в стране было безумием. Как вашей семье удалось эмигрировать? Все благодаря невероятному упорству моего отца, светлой ему память. Каким-то чудом он сумел связаться с дальними родственниками, которые уже несколько десятилетий жили в Англии. Они помогли с оформлением документов, что и сделало возможным наш въезд в эту страну. Как вас встретил туманный Альбион? Скажем так, англичане не случайно известны определенной сдержанностью. И их прием также оказался весьма холоден. Отец рассчитывал продолжить преподавательскую деятельность в университете. Но смог устроиться лишь учителем немецкого для учеников младших классов. Матери повезло еще меньше. Ей доверили только частные уроки. Мне было проще. Я был моложе. Английский знал сносно. Так что с учебой проблем не возникало. А вот друзьями так и не обзавелся. Для моих сверстников навсегда остался фрицем. Вплоть до самого получения диплома. О, я вам сочувствую. Дети капиталистического мира могут быть очень жестокими. Именно поэтому меня всегда привлекал СССР. Единственная страна, в которой удалось построить общество по-настоящему равных возможностей. Социализм. Я увлекся марксизмом и ленинизмом. Настолько сильно, что меня даже грозились отчислить из-за университета. Однако все обошлось. В итоге я защитил дипломную работу по теме буржуазная экономика. А потом уже началась война. Если я не ошибаюсь, вы в ней не участвовали? Нет. Я обратился на призывной пункт, но в силу своего немецкого происхождения получил категорический отказ. Спасибо, что меня хотя бы не интернировали, как натурализованных японцев в Соединенных Штатах. В результате в Берлин вы вернулись уже после войны? В составе английской делегации. Наконец-то меня, как фрица, сочли полезным на родине. Признаться, было странно видеть советские флаги на каждом углу. Прямо как на той фотографии с красным знаменем над Рейхстагом. Но глядя на это, я не испытывал какого-либо дискомфорта. Скорее, искреннюю надежду на то, что это новая глава в истории Германии. Черная полоса сменилась в красный. Тогда вы и начали работу с советскими экономистами. Все так. Нашей задачей было возрождение Германии в новом облике. Социализм без национализма. И мы преуспели. Посмотрите на то, что стало с Францией и Испанией. Да даже Англия. Старушка совсем зачахла. А социалистическая Германия возродилась из пепла, словно феникс. Микаэль, наши слушатели постоянно задают вопрос. Почему мы помогаем Европе и Америке, если капитализм – это угнетение простого народа? В первую очередь, простые граждане этих стран – такие же люди, просто с другой системой ценностей. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я же сам большую часть жизни провел на обломках одной империи, а потом на изломе второй. Я говорю об Англии, разумеется. Но ведь на совести капиталистов, кровопролитная война, Великая депрессия в США. Неужели мы готовы поддерживать такую систему? Все так. Все абсолютно так. Но посмотрите на них сейчас. В каждом городе есть свои марксистские кружки. Рабочие объединяются в профсоюзы. Их интеллигенция с открытым ртом слушает наше радио. В данных условиях, даже со всеми санкциями, экспорт наших изделий за рубеж – это большой шаг. Для всего интернационала. Это прекрасно. И все-таки вас не удивляет, что мы поставляем им нашу передовую технику практически безвозмездно? Разве в мире капитала не принято за все платить? Уверяю вас, моя дорогая, они заплатят. Вы просто не видите всей картины. Уже сейчас западные предприниматели проводят массовые увольнения, предпочитая живым сотрудникам нашу передовую технику. С одной стороны, это ужасно. Но с другой, это означает, что скоро рабочему классу капиталистических стран не останется ничего другого, как самим взять власть в свои руки и начать строить коммунизм вместе с остальным развитым миром. Вы считаете, что в США будет революция? Это неизбежно. Демократы и консерваторы никогда не уживутся в одной стране. Единственное, на что я надеюсь, что это будет бескровная революция, и Штаты обойдутся без еще одной гражданской войны. Как сказал Андрей Леонидович Хрущев, настанет конец человеческому угнетению. Все эти исторические пережитки нужно закопать как можно глубже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok